В России началась Масленичная неделя. Она завершится прощенным воскресеньем и проводами зимы. Примечательно, что в этом году весну в гости к новгородцам зазывал хозяин зимней стужи и прародитель Деда Мороза Дед Трескун. Максим Широковский с места события. Провожать зиму и встречать весну в некоторых русских городах начинали еще с субботы, предшествующей Масленичной недели. И пусть новгородцы в этом году только привыкли к морозам и снегу, всему свое время. Зимой пора прощаться. С этим согласны и она сама, и Дед Трескун, новгородский хозяин стужи. Они уже готовы уступить место теплу. Я разрешить-то разрешу. Я порядок люблю. Везде порядок нужен. Ну вот, разрешит ли зима? Ой, да чего ж не разрешить. Разрешу, конечно. Да и мне уже пора домой возвращаться. Уж соскучилась я по своему дальнему снежному дому-то. Но одного их согласия оказалось мало. К началу Масленичной недели нужно и солнце на весну повернуть, и от всех бед и несчастья избавиться, выдав их в мешок, который зима с собой заберет. Самыми активными участниками праздника стали маленькие новгородцы. Именно они помогали Деду Трескуну. И у них все получилось. Масленица пришла. Это, кстати, подтвердила и хранительница местных традиций, сказительница Услада Васильевна. Солнышко-то на весну повернули, да? Зиму куда? Домой отправили. Вот еще немножечко сейчас похозяйничает. Он снег-то сколько намело. Он идет снег какой хороший. Последними делами зима занимается. Немножко поработает. Да, во своясе в свой зимний дом-то и отправится. Там у нее тоже делов много. Ох, несчастье. А мы масленицу будем встречать. Принами да пирогами. После уличной программы Услада Васильевна и другие сотрудники детского музейного центра уже в его стенах помогали зарядиться праздничным настроением на всю неделю. Здесь дети узнали секреты изготовления оберегов из текстиля и других материалов и послушали народные масленичные сказки. Максим Широковских, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости